Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Диана Станкевич. Смотрите сейчас. Пять дней до выборов. В стране стартует досрочное голосование. Будет проводиться дезинфекция ручек. Готовы ли избирательные участки и брать ли с собой маску? Никто кроме них. Это праздник мужества, это праздник чести. Воздушно-десантным войскам 90 лет. Как Бобруйск отметил круглую дату? Изгиб гитары желтой. В каких палаточных лагерях отдыхают бобруйские школьники? Сколько ты будешь слушать? 10 секунд. За один день в городе и районе сгорели две машины. В чем причина ЧП? В результате нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. А также досрочные выплаты пенсии, ремонт дорог и бобруйские тропики. Какую погоду обещают синоптики в выходные? В стране выздоровели и выписаны из больниц без малого 63 тысячи пациентов, которые успешно победили коронавирус. Зарегистрированы свыше 68 тысяч человек с положительным результатом на COVID-19. Врачи провели 1 миллион 323 тысячи 814 тестов. ЕПАМ разработала и передала Минздраву сервис слежения за COVID-19. Веб-приложение может работать на компьютере и смартфоне. Пароли и логины выдадут медикам. Они смогут дополнить единую базу и пользоваться ею как виртуальной регистратурой. Система не просто собирает данные о числе заболевших, умерших и излечившихся. Специалисты смогут наблюдать с динамикой каждого отдельного пациента, делать прогнозы, принимать решения. Она будет применяться в больницах, поликлиниках, лабораториях, центрах гигиены и эпидемиологии. И можно мониторить ситуацию по распространению в режиме реального времени. Как только где-то появился новый заболевший, данные внесены в систему, буквально через секунду, следующую секунду, эта информация доступна тому, кому она позволена ее иметь. Тем временем ЦИК определил порядок голосования граждан с COVID-19 на президентских выборах. Избиратели с коронавирусом смогут проголосовать на участках, образованных в больничных организациях здравоохранения по месту жительства или месту пребывания. Их могут доставить на соответствующий участок, либо члены участковой комиссии сами приедут на дом. День выборов все ближе. 4 числа в Беларуси стартует досрочное голосование. Основное пройдет 9 августа. Мария Бересневич узнала, все ли готово на участках. До главного политического события года остается всего 5 дней. Уже завтра стартует досрочное голосование. Свои двери участки распахнут в 10 утра. Отдать голос заранее можно будет до 7 вечера, но с перерывом с 2 до 4. Всего в Бобруйске 104 участка для голосования. На выборах 20-20 особое внимание уделят санитарным нормам. Профилактика превыше всего. Приходить голосовать рекомендуют в маске и перчатках. Если собой нет, предложат одноразовое. На каждом участке предусмотрены антисептики. Членов участковых комиссий рассадят через одного. Каждому раздадут маски, перчатки, защитные щитки. Особое внимание уделят социальному дистанцированию. На полу разметка. Расстояние между избирателями – полтора метра. Периодически будет проводиться дезинфекция ручек, обработка кабины, самого помещения, конечно же. Для избирателей с ограниченными физическими возможностями у нас оборудован пандус и оборудована специальная кабинка, чтобы избиратель мог подъехать и проголосовать, сделать свой выбор. В основной день голосования горожан порадуют кулинарными шедеврами. Комбинат школьного питания «Купаленко» предложит широкий ассортимент продукции собственного производства. Пирожки, булочки, пирожные, фаршированные блюда. А еще охлажденные напитки и мороженое. Учитывая, что лето, конечно же, будут и пироги с ягодами, и пироги с яблоками уже нового нашего белорусского урожая. Учитывая то, что это праздничный день, конечно же, надбавки будут самые-самые, не то что минимальные, самые мизерные. Торговое обслуживание будет доступно на всех участках для голосования. Здесь организуют стационарные буфеты и выездные палатки. Можно будет приодиться к школе, купить канцелярские товары. Свою продукцию представят и вобруйские бренды «Красный пищевик», «Домочай», «Мясокомбинат», «Бабушкина крынка». Во всех избирательных участках режим работы определен с 8 утра до 20.00. В период с 11 часов до 13 часов каждый субъект продумывает проведение дегустации какой-то продукции собственного производства. И приятно будут удивлены избиратели ценами на избирательных участках. Досрочное голосование продлится до 8 августа. В основной день выборов 9 числа можно будет проголосовать за кандидатов в президенты с 8 утра до 8 вечера. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Бабруйск, 360. Два сгоревших авто за день. Конец прошлой недели выдался жарким для бабруйских спасателей. Сначала вспыхнула легковушка в гараже на Октябрьской. Пламя охватило весь автомобиль и гараж. «Фиат Уна» сгорел полностью. Огонь уничтожил 20 квадратов потолка. Пострадало другое имущество. У бензобака хозяин гаража, как сообщается, проводил сварочные работы. В результате нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ произошло загорание автомобиля с последующим распространением горения по сгораемым материалам гаража. Ближе к вечеру на пульт спасателей поступил похожий вызов. В Телуши тоже горела легковушка. Хозяин успел потушить огонь самостоятельно. Языки пламени повредили салон, багажник, бамбер, заднее стекло автомобиля. В результате нарушения правил эксплуатации электросети и электрооборудования произошло загорание в багажнике автомобиля Ауди 80 1987 года выпуска. В обоих случаях в огне никто не пострадал. 85 тысяч тонн черного золота, победа Белшины и помощь детям. В Беларуси стартовала благотворительная компания Красного Креста. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Почти 2000 километров дорог местного значения отремонтируют в этом году, сообщили в Минтрансе. Всего обновят 7 тысяч, которые соединяют районные центры с агрогородками и деревнями до 2023-го. Общая протяженность дорожной сети 23 тысячи. Сегодня в Беларуси начинается досрочная выплата пенсии за 10 августа. Деньги можно получить на почте и через предприятия, которые занимаются доставкой. А с 5 числа и в банках. Танки с азербайджанской нефтью для Беларуси прибудут в порт Одессы 4-5 августа. На борту судна 85 тысяч тонн черного золота. Это пятая по счету поставка. Суммарный объем всех сделок – 420 тысяч тонн. В Беларуси стартовала благотворительная компания Красного Креста «Соберем детей в школу». Она продлится до 14 сентября. В эти дни организаторы проекта призывают всех неравнодушных помочь семьям с низким уровнем дохода подготовиться к учебному году. Передать школьные наборы можно в один из офисов организации или перечислить благотворительную сумму на счет через ЕРИП. Завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Победы одержали «Шахтер», «Рух», «Динамо Брест», «Торпеда Белас» и «Ислач Неман». Городея и «Энергетик» БГУ сыграли мячью. Бобруйская «Белшина» на выезде разгромила Смолевичи 3-0. Левицкий, Ковель и Лебедев отличились в составе красно-черных. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением навалевшей проблемы? Есть эксклюзив? Корреспонденты «Бобруйск-360» готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон «Горячие линии» на ваших экранах. День десантников и сил специальных операций отметили в Бобруйске. Возложение цветов на площади Победы, открытие архитектурной композиции на интернациональный, марш по главным улицам города и песня ВДВ. В нынешнем году праздник прошел с особым размахом. Крылатой пехоте 90 лет. Максим Кембель о голубых беретах. Точка счета праздника уже по традиции стала площадь Победы. В годы Великой Отечественной голубые береты стояли насмерть за Москву, сражались за Сталинград, бились на Курской дуге, брали Берлин. Отдать дань памяти и возложить цветы к танку Бахарова. Долг любого десантника. Направо шагом марш. Колонна направляется на интернациональную. Услышав название улицы и столпы раздалось. Афганистан. И это не случайно. Исламская республика стала местом подвига воздушно-десантных войск. Многие не вернулись домой. Митинг начинается с минуты молчания. Матерям погибших десантников берет и тельняшка. Живым. Медали плюс слова благодарности. Бобруйск помнит, знает, чтит. На празднике присутствовали депутаты Палаты представителей, глава администрации города, председатель горсовета. Спасибо. И даже, может быть, не все сегодня смогли прийти сюда. Я уверен, что придут они завтра, послезавтра. И увидят, что мы в любом случае чтим память этих людей. Это герои. Это герои того времени. Герои, которые сегодня сохранили этот мир. Не обошлось на праздники и без сюрпризов. Новая архитектурная композиция – подарок властей города в честь 90-летия воздушно-десантных войск. Это праздник мужества, это праздник чести, это праздник, я считаю, самых лучших элитных войск. Официальная часть завершается, но праздник в самом разгаре. По традиции главные гуляния развернулись в городском парке. Десятки голубых беретов и простых бобручан в унисон пели знаменитые песни ОВДВ. Сегодня правоприемники воздушно-десантных войск – силы специальных операций. От борьбы с террористами до миротворческих миссий в зоне вооруженных конфликтов. Самую опасную и сложную работу берут на себя именно СССР. В воздухе, на земле, в воде и даже под водой – это элита армии всегда в авангарде. Те, кто способен достичь цели, несмотря ни на что. В любом месте, в любое время, любые задачи. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Летние каникулы с пользой для здоровья проведут почти 45 тысяч школьников Могилевщины. В фаворитах – палаточные лагеря. Их 34 в области. Песни под гитару, полевая кухня, зефирки на костре. Анастасия Шевцова о прелестях туристического отдыха. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Старые добрые мотивы батарейки звучат в палаточном лагере «Атлант». Педагоги и воспитанники Центра доп. образования поют под гитару у костра в предвкушении красочного открытия смены. Старт дан. Девять дней ребята проведут на свежем воздухе вдали от цивилизации. Условия по-настоящему походные. Котелки, палатки, аптечки, складные ножики. Палатки водонепроницаемые рассчитаны на нескольких человек. К примеру, это четырехместная. В спальной зоне высокий матрас, спальник, одеяло, чтобы не замерзнуть ночью. Кемпинг не стоит на месте. Каждые два дня лагерь меняет прописку. Подъем с утра пораньше, зарядка, завтрак и в путь к новой полянке. За день юные Робинзоны проходят до 8 километров. Дети сами обустраивают свой быт. Дети учатся работать самыми простыми инструментами. Они учатся работать пилой, молотком, учатся собирать палатку. Они научились за это время у нас и могут приготовить себе и еду, и разжечь костер. И как это все правильно и безопасно сделать. Лагерь разбит. Жизнь молодых туристов наполняется новыми яркими эмоциями. Забав в кемпинге немало. Футбол, волейбол, рисование, песни у костра. Но главное – общение друг с другом. Еще в гости нередко заглядывают интересные собеседники с интерактивной программой. Сколько ты будешь слушать? Десять секунд. Так, послушали дальше. Вызов скорой помощи. Расстегиваем. Выбираем середину грудины. Ставим ручки. Под прямым углом. Прямо вот спинка работает. И пошел считать. Раз, два, три, четыре, пять. Как взрослому делать пассажир, я смотрел. А вот как детям поменьше, особенно гордым, первый узнал более много. Как надо правильно узнавать, человек в обмороке или нет. Или он дышит, или у него там подавилось, например. Эта смена приняла 35 ребят разных возрастов. Но с каждым годом желающих провести каникулы под открытым небом в полевых условиях все больше. Не мудрено. Впечатлений от такого отдыха хватит на целый год. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Бобруськ, 360. На Гомельщине нашли бобручанина, который провел в лесу двое суток. В милицию обратились родственники. В последний раз 81-летний пенсионер выходил на связь со станцией Мошны Октябрьского района. Телефон вскоре стал недоступен. Сотрудники милиции с работниками МЧС незамедлительно бросились на поиски. Обследуя чащу, поисковики вышли на след пожилого грибника. Но нашел его случайный прохожий. Грибник лежал на земле, прикрытый плащом. Рядом торчал маячок. Бумажка с надписью «СОС». Мужчина помог пенсионеру подняться. Видите, после прохладных выходных город накрыл теплый атмосферный фронт. Днем столбик термометра устремился к отметке в 25 градусов. Надолго ли тренд Анастасия Похлестова? Завтра страна превратится в настоящие тропики. Днем воздух раскалится до плюс 29. По юго-западу страны на 3 градуса теплее. Лишь днем западную половину республики остудят кратковременные дожди с грозами. Из-за сильной жары объявлен оранжевый уровень опасности. Велик риск пожаров. На сегодняшний день в 25 районах страны ввели запрет на посещение лесов. В горах в восток от Лос-Анджелеса разразился крупный пожар. Он охватил около 60 квадратных километров кустарников и леса. Огромный шлейф дыма был виден за десятки километров. Из-за пожара, как сообщается, ухудшилось качество воздуха. Тысячи людей пришлось эвакуировать. Виной всему сильная жара. Местами столбики термометров поднялись до отметки в плюс 50. В Таиланде бушует шторм Син-Лаку. На севере страны тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за серьезных наводнений. Дожди и оползни нанесли серьезный ущерб инфраструктуре. В Чангмайе стихия разрушила мост, размыла дороги. На Пхукете не рекомендовано посещать пляжи, а морским судам запрещено выходить в море. Разыгравшиеся сильные волны выбросили на берег массу всевозможного мусора. Пляжи оказались непригодными для отдыха. Повезло жителям Паттайи. Там из-за шторма на прибрежную зону прибило тысячи мидий. Южная Корея утопает под мощными ливнями. Стихия спровоцировала оползни и наводнения. Погибли 6 человек, 8 пропали без вести. Железнодорожное сообщение на трех линиях в центральной и восточной частях страны нарушено. Свыше 5000 жителей готовятся к эвакуации. Больше всего пострадала провинция Чхун-Чхон-Кукто. Там повреждено и затоплено свыше 80 домов. 120 человек размещены в приютах временного содержания. Завтра в Бобруйске будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер южный 7-9 метров в секунду. Днем воздух раскалится до плюс 29. Ночью столбик термометра покажет 19 выше 0. Анастасия Пахлёстова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова